Любой процесс, связанный с обвинениями в педофилии, по определению громкий. А эта история еще и по сюжету напоминает настоящий детектив. В субботу Тоснинский городской суд приступил к рассмотрению дела Владимира Шуралева. Обвиняемый познакомился со школьницей в интернете. О том, что она несовершеннолетняя, он знал и все-таки предложил ей вступить в интимную связь. За деньги. Девочка рассказала о пикантном предложении своему соседу. Тот помог задержать педофила, а в результате уголовные дела завели на обоих. Подробнее в сюжете Владислава Белякова. Первое заседание по делу Шуралева за закрытыми дверьми. Решение ждет не только подсудимый. В коридоре Дмитрий Мясников и Максим Беляков из Тосна. Именно они задержали обвиняемого в совращении несовершеннолетней. Слушание длится несколько минут. Суд над Шуралевым перенесли из-за явки потерпевшей. Таким образом, на свободе он будет находиться как минимум неделю. Впрочем, подсудимый вполне может отделаться условным сроком. Он полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Максимум же, что ему грозит, это три года тюрьмы. Шуралев, пытавшийся совратить ребенка, находится под подпиской о невыезде. Издание суда выходит быстрым шагом. От камеры отворачивается. На вопросы по телефону тоже не отвечает. Мне вам нечего сказать, до свидания. В феврале Шуралев познакомился в соцсетях с 14-летней школьницей из Тосна. Предложил 10 тысяч рублей за свидание. Девочка пожаловалась соседу, дяде Диме, сотруднику частного охранного предприятия. Дмитрий Мясников предложил поймать совратителя. На свидание к ребенку Шуралев приехал вечером. Забрал девочку от ее дома. Они в машине совместно катались по улицам города. Подыскивали уединенное место для совершения в дальнейшем разратных действий. И он довольно невысокого роста для мужчины. 165 мест роста у него. Худощавое телосложение, лысоватый. То есть внешне достаточно непрезентабельный мужчина. Но тем не менее, вот понравилась ему юная девушка, которая как-то его заинтересовала в сексуальном плане. На московском шоссе машина свернула в лес. За ней последовали Дмитрий Мясников с товарищем. Мужчины вытащили Шуралева из автомобиля. Надели наручники. И на его же джипе доставили в полицию. На следующий день Шуралева отпустили под подписку о невыезде. А Мясникова задержали. Предъявили обвинение в разбое. Вместе с ключами от машины охранник забрал банковскую карту обвиняемого в совращении. Снял с нее 2000 рублей и отдал матери девочке. Дмитрий Мясников лишился работы в частном охранном предприятии. Сейчас устроился водителем маршрутки за 20 тысяч в месяц. Дома жена и трое детей. Кредиты. Ну а поступки не жалеет. Если мы так делать не будем, так что же это получится? Это может пойти любой изнасиловать ребенка? Я считаю, это неправильно. И я немного по-другому воспитан. Я ему задал вопрос. Говорю, а что бы ты сделал на моем месте, если бы это был бы твой ребенок? Он мне сказал, и я бы, наверное, убил. А я ему ответил, что мы тебя даже пальцами не тронем. Статью разбойное нападение, по которой обвиняли Дмитрия Мясникова, переквалифицировали в угон. Написано, что я хотел завладеть транспортным средством. Я не хотел им завладеть. Я его хотел доставить, чтобы он находился. Чтобы не вышло в такой ситуации. Если случится что-то с автомобилем, получится, что я опять виноват. И мне придется возмещать ущерб Шуравлеву. Что если бы сняли, что-нибудь разбили, или угнали его. Теперь бывшему охраннику грозит до 12 лет колонии. Обвинения ему предъявят на следующей неделе. В тот день, когда задержанный им человек может узнать, что избежал реального срока. За попытку совращения несовершеннолетней. Владислав Веляков, Степень защиты.